ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Жестокая расправа. Ну вот от которого, который умер, потом постоянно к нему ходил. Пили все к ним. Молодой человек забил товарищей бейсбольной битой. И покажем последствия невнимательности на дороге. Просто резко вылетел, даже по тормозам дал, ничего. Лада протаранила опель. Это и не только в ближайшие 10 минут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Один человек погиб в результате пожара, произошедшего сегодня днем на улице Восстания. В одной из квартир пятиэтажки загорелся зал. В момент возгорания в помещении находился пожилой мужчина. Учитывая, что по рассказам соседей ходить он не мог, шансов выбраться из полыхающей комнаты у него уже не было. С места событий. Репортаж Айрата Назипова. Как рассказали соседи, пожарные подразделения прибыли на место спустя считанные минуты после вызова. Несмотря на то, что огнеборцы оперативно справились с пламенем, спасти пожилого мужчину уже не было возможности. Учитывая его состояние выбраться самостоятельно, он также не мог. И шансов остаться в живых у него не было. Он лежачий был. Инсульт у него был. А сколько ему лет вообще? За 60. 61 и 62. Известно, что в квартире мужчина жил со своей женой. Как говорят соседи, днем женщина всегда на работе. И мужчина обычно оставался дома один. Я ее три дня назад видела. Спрашивала родида, как Толик там. Она говорит, ну я оставляю его. Вроде пищу ему оставляю. Он кушает. Ну, вот в чем причина. Или курил, или что. В результате пожара одна из комнат. Там, где и находился мужчина, выгорело полностью. Дальнейшее распространение огня спасатели не допустили. Точную причину происшествия предстоит выяснить пожарным дознавателям. Но по одной из версий, причиной всему могла послужить непотушенная сигарета. Айрат Назипов, Константин Буршуев. Вызов 112. Забил битый. Таким образом, по мнению следователей, житель Нижнекамска расправился со своим знакомым и отправил в реанимацию другого. Ссора между молодыми людьми вспыхнула во время употребления алкогольных напитков и переросла в физическую расправу. Сотрудники полиции задержали подозреваемого по горячим следам. Подробности расскажет Нафиса Минязова. Трагедия случилась днем, но соседи как один ничего не видели и не слышали. Говорим, мы с базарем пришли. Я только брюки снял, стучат, дверь открываем, милиция стоит. В квартире жили девушка с парнем. Ему только исполнилось 30 лет. Соседи о паре практически ничего не знают. Говорят, переехали год назад. Иногда шумели и выпивали. А что я могу сказать? Не работали толком. Со мной-то не скандалили. Ну вот от которого, который умер, вот он постоянно к нему ходил. А? Постоянно ходил. А тебе тоже, да? Да. Пили, все пили. Тогда девушки дома не было. Как установило следствие, молодой человек пригласил гостя товарищей. Выпили, повздорили. По предварительным данным, в пылу спора один из гостей схватил бейсбольную биту и сильно избил хозяина и его друга. Первый скончался, второй находится в реанимации. Мы храним, друзья храним. Добрый человек, что никогда никому плохого не делал. А бывало, что друзей, незнакомых приводил? Или это первый раз такое, что привел просто кого-то знакомого? Это первый раз, просто первый раз. Никогда до этого не было? По данным следствия, после избиения подозреваемый ушел домой. Там его и задержали сотрудники полиции. Бейсбольную биту нашли в туалете. Сейчас выясняются все обстоятельства и мотивы случившегося. Нафиса Минязова, Эльвира Софиулина, Фахри Исламов. Вызов 112. В Зеленодольске 31-летнему мужчине разбили голову гаечным ключом. По предварительной версии, на улице Фрунзе у ранее судимого нетрезвого потерпевшего возник конфликт с двумя нетрезвыми молодыми людьми. Конфликт быстро перерос в драку. В результате стычки мужчине проломили голову. С черепно-мозговой травмой его госпитализировали в центральную районную больницу города. Нападавших по горячим следам задержали сотрудники Росгвардии. Ими оказались 27-летний ранее судимый мужчина и его 26-летний безработный приятель. Шесть рыбаков сегодня днем оторвались на льдине на Волге. В нескольких километрах от берега, в Приволжском районе Казани. Сообщение о людях, попавших в беду, поступило на пульт службы 112 в 14 часов 11 минут. К отрезанным от берега любителям подлёдного лова тут же направились спасатели на судне на воздушной подушке. Через полчаса все живые, невредимые, только испуганные были доставлены на берег. Сейчас уже... Очень опасно. Очень опасно, да? Ну, мы далеко находились, в трёх с половиной километрах от берега. И льдина, она треснула не так, чтобы он... вот здесь прям. Она треснула. Может, два с половиной километра. Волнение очень сильное, страх какая-то. Была паника, да? Ну, паника. Так, мы старались, чтобы не паниковать. Никто не паниковал. Всё было нормально. Вот МЧС хорошо быстро приехал. Они сами позвонили в 112, то есть не могли вырваться на... выйти на берег. Где-то в районе четырёх километров от берега. То есть там размыло всё. И, соответственно, они позвонили в 112. И, исходя из этого, уже пошли дальнейшие движения. Весна уже наступила. Независимо от толщины льда, всё уже пора прекращать, наверное. Спасатели предупреждают, что если лёд рано утром и кажется крепким, то днём солнце и плюсовая температура сильно уменьшают его прочность. Выход на него смертельно опасен. Не убедился в безопасности манёвра и тут же попал в аварию. На пересечении улиц Правобулачный и Тошаяк столкнулись Lada 12 модели и Opel Insignia. По версии автомобилистов, иномарка выехала на перевес отечественному автомобилю. Её водитель хотел совершить манёвры и надеялся, что его пропустят. Но так сделали не все. Подробности у Рамили Шайдулина. Точно должен был меня пропустить, а он вылетел, короче, всё. По рассказам водителя Lada, всё произошло, когда он только выехал с улицы Правобулачная. Молодой человек не успел проехать и нескольких метров, как на перекрёстке ему на перевес с правой стороны выехал Opel. Я, то есть, по этой кране ехал, вот точно от нас в правое. А он либо вторая, либо третья, может, вообще оттуда этого не видел. Просто резко вылетел, даже по тормозам дал, ничего. По предварительной версии, водитель Opel, спускаясь по улице Профсоюзная, на перекрёстке решил повернуть налево. Убедившись, что один из водителей в среднем ряду его пропускает, начал манёвр, когда понял, что поспешил. Было уже поздно. Ну я виноват и нарушил. В результате удара у отечественного автомобиля отвалился бампер. У Opel же повреждена левая часть. С учётом всех обстоятельств, водителю иномарки придётся вложить свои деньги в ремонт собственного автомобиля. Рамиль Шайдурин, Аэра Аназипов, Константин Бушуев. Вызов 112. В результате аварии, которая произошла на проспекте Ямашево, пострадала 20-летняя девушка. Там столкнулись Mitsubishi Lancer и Volkswagen Polo. По предварительной версии, 20-летний водитель последний, не соблюдая дистанцию, протаранил впереди стоящий на светофоре автомобиль. Повреждения машин были несерьёзными. А вот пассажирке Mitsubishi понадобилась медицинская помощь. Она сильно ударилась головой. Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи приняли решение госпитализировать пострадавшую. Полицейские Казани задержали подозреваемую в так называемом «подломе денег». За три дня, со 2 по 4 апреля, в полицию поступило три заявления о мошенничестве с практически идентичным описанием способа обмана. Обманутые – сотрудники торговых точек. Они рассказали, что покупательница, молодая женщина, на кассе расплачивалась пятитысячной купюрой. Описание женщины было во всех случаях схожим. После этого, под предлогом того, что нашлись менее крупные деньги, забирала купюру обратно. Отвлекая продавца разговором, ещё какое-то время брала сдачу якобы с ранее отданных пяти тысяч рублей и уходила. В конце рабочего дня выявлялась недостача в кассе. В общем, сумма причинённого материального ущерба составила более 21 тысячи рублей. Задержанная оказалась 27-летняя жительница Самарской области. В отношении неё возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Свою вину подозреваемая полностью признала и обязалась возместить причинённый материальный ущерб. Неудачливые воришки, эффективное оружие и вальяжный слон. Всё самое интересное вы увидите в рубрике «Сплошные проколы». Трудности работы познала на себе польская журналистка. Снимая интервью с мотоциклистом, она вскоре попала в очень грязную ситуацию. Расслабились раньше времени и потеряли всё, что только награбили. В Англии двое воришек обчистили туристическое агентство. Сбегая с места преступления, один из них выронил все деньги, которые тут же унёс сильный ветер. Вернуть похищенное у преступника уже не было никаких шансов. Как избежать ограбления, теперь знает этот владелец магазина. Как оказалось, за последнее время из торгового заведения постоянно пропадали товары. Всю вину предприниматель возложил на подростков, которые зачастили к нему с визитами. Для борьбы с ворами мужчина купил водяной пистолет. Свою эффективность он показал при первой же попытке кражи. Слон, запечатлённый на видео, умудрился создать небольшую пробку весьма удивительным образом. Пройдя больше половины пути, он неожиданно для всех занялся йогой, чем обескуражил некоторых водителей. Многим показалось, что слон разминает ноги, однако на самом деле животное снимал азот. Слават Мухмадолин, Айрат Назипов, Вызов 112. Это всё, о чём мы успели вам рассказать. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.